спасибо огромное рада что открыла недавно вас для себя буду трудиться конечно работа над собой это очень большой труд но он стоит того поверьте он стоит того когда вы начнете заниматься своей жизнью и обалдеете как можно эту жизнь творить вашими желаниями вот такие вот вот осознанными неосознанными желаниями мы всеми желаниями творим нашу жизнь кто-то тут говорил почему там осознанные желания созданы там не даже не пытайтесь в этом разобраться все наши желания души головы они все исполнены или ты хорошо выглядишь спасибо большое спасибо спасибо очень приятно новый год все таки как оставить в покое сына который не хочет делать уроки почему почему это хорошо когда он не делает уроки но это круто не надо навешивать на него шаблоны кстати по поводу детей у нас же тут целая куча детей и мамочки и мы вот несколько дней обсуждали тему детей и обучения буквально пять минут и почитаю дальше ваше сообщение почему отличники потом в жизни ну можно сказать мало имеют денег не очень хорошую работу и жизнь трудно хорошисты которые хотят быть хорошими и правильными для всех тоже жизнь бьет по голове троечники добились уже в жизни вот я с четырех школ анализ делаю училась четырех школах добились всего вот ну вот вообще всего вот ну а двоечники их даже не знаю как рассматривать это вообще пофигисты когда ты пытаешься быть отличником но ребенок пытается быть отличником не потому что он хочет учиться вот вообще нет а потому что он хочет быть хорошим для родителей и за это его будут любить представьте если ты по жизни будешь жить ради других людей выпрашивая то любовь то какой любви к себе есть но тут речь если у тебя нет любви к себе у тебя нет энергии на исполнение своих желаний ты постоянно будешь себе своими проблемами болячками себе сигналить это всю жизнь а потом еще на своих следующих детей поколения это перекладывать то есть отличники это не так хорошо как вы думаете хорошисты они тоже хотят быть хорошими но не для любви а просто они правильные шаблоны правильности там нужности а вот я молодец а я крутой а посмотрите на меня а я вот такой хороший это тоже шаблоны это крайности которые очень сильно тормозят энергию поток и ну человек начинает жить не своей жизнью троечники они умные очень умные они выбирают дети они очень любознательные они очень любят учиться но они выбирают ровно только то что им нужно ровно только то что им нравится не те шаблоны которые там учителя им навязали по которым они будут жить и потом ходить на всякие тренинги чтобы во взрослой жизни рассоздать свои проблемы убрать эти шаблон навешанные учителями в школе а вот именно троечники они выбирают то что они хотят пускай они делают уроки пускай он получает тройки дайте ему свободу дайте ему право выбора дайте ему послать всех учителей все уроки когда вы от него отстанете поверьте он выберет столько всего то того он интуитивно ребенок интуитивно знает что ему понадобится в жизни что сделает его успешным он выберет те предметы которые ему нравятся он будет интересоваться очень многими вещами и за рамками школы в том числе не только компьютерами хотя компьютеры сейчас гаджеты телефон это тоже круто есть ребенок увлекается играет в игрушки это очень хорошо развивает отстаньте детей мама от меня отстала во втором классе я была можно сказать отличница и не понимала почему мама не следит за моими уроками не следит за вообще я пыталась учиться хорошо ради мамы да чтобы она какое-то одобрение в мой адрес там кивнула хотя бы вот и похвалила меня то есть мне нужна была пипец какая похвала вот и я заслуживала как собачка ее любовь понимаете да делай что хочешь дочери знает у меня умная вот но я поумнела после восьмого класса и я сказала так как кого хера я блять отличница переписываю заучил всю эту херню все домашки там делают все 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 там задания слушаю учителей нравится мне это не нравится ну блин не надо быть крутой умные хорошие чтобы меня любили восьмом классе мне что-то в голове пересчет пересчетнула я просто забила на все эти уроки да я закончила стройками потом пошла в университет в университете мне нравилось вот каждый предмет я прям его глотала вот прям мне прям нравилось вот я открывал учебники и вот эта информация просто заливалась в меня я вот просто вот так перелистывала и понимала насколько это круто и интересно потому что у меня была свобода у меня был выбор когда даже ребенку что-то хочется его заставляют у него идет отторжение да и любого человека поцелуй меня ой не хочу знаете как бесит там даже взрослого человека если застать сделай мне массаж не хочу но если ты не спросила просто подумал человек сам бы захотел тебе сделать массаж может у него была такая мысля но ты своими ты мне типа должен ты мне сделай а ты мне там чай налей а ты меня вот поцелуй вот это чувство долга она очень сильно просто отражение если вы детей заставляете что-то делать у них это просто отторжение даже если бы им это все нравилось но как только заставляю все идет вот прям противовес как только вы ему разрешаете он сам выберет надо ему это или нет но скорее всего это понравится без вашего заставления потому что детям интересно все они впитывают информацию как губки но губка перестает сбоить и впитывать только тогда когда вы заставляете что-то сделать против воли причем ребенок это хотел но вы потом как мама пришли запрессовали его а ну давай у него желание пропала потому что вы на него давите любое давление на пружину идет сопротивление жесткой ребят вот просто не заставляйте дайте свободу как отстать взяли и отстали и не надо его растормошить отстали от ребенка и заняли точку наблюдения а интересно как сейчас мой ребенок заинтересуется предметами мне интересно как он сейчас освоит математику интересно как он сейчас начнет озвучивать там красиво стихи интересно как он сейчас полюбит русский язык мне интересно я не знаю как но мне интересно вы как наблюдатель включаете свое наблюдение за своего ребенка перестаете на него наседать и наблюдаете ваше наблюдение творит материальную действительность если вы а вы сейчас Раскрутите шаблон «мой ребенок не хочет учиться», у вас шаблон «мой ребенок не хочет учиться», ангел такой стоит сверху, такой «будет исполнено», ребенок ваш не будет учиться. То есть ваше убеждение, фокус, внимание на том, что его нельзя растормашить, он не заинтересован ни в чем. Вот вы сейчас пишете ваше наблюдение, вот как вы думаете, так вы и наблюдаете, как вы наблюдаете, так и происходит. Но если вы сейчас займете другую точку зрения, обойдите там, вокруг ребенка, интересно. Он у меня умничка, он выбирает себя, он учится сейчас жить по своим желаниям, он выбирает то, что ему нравится. Он протестует против давления, протестует против границ, то есть он щупает свои границы, он сейчас растет, он развивается, и он пойдет ровно туда, куда он хочет. Если я сейчас подавлю его волю, он же вырастет потом таким же безвольным. Но когда человек с подавленной волей, а детей вообще прессуют многих, они потом и вырастают, что потом взрослые приходят в 50 лет и говорят, как начать жить? Вот как начать жить? Ну так вспомни, как тебя подавляли в детстве, блин, ничего удивительного. А вы сейчас детей прессуете и подавляете. Недаром сейчас очень много школ новых открылось. Вот школа Жохова, финское вот это образование, когда дети всех возрастов изучают один предмет, вернее, вру, все предметы одновременно на одном уроке, что-то рассматривают. Например, рассматривают звезды с точки зрения геометрии, биологии, русского языка, стихотворения. И каждый даёт своё мнение, и потом у каждого же своя правда. То есть один смотрит на слона с хвостика, другой с хобота, кто-то с ушек смотрит, кто-то с пузика. То есть у каждого своя точка зрения. Вот насколько шаблоны позволяют это видеть, настолько мы и видим. Если каждый скажет своё мнение, мы увидим целого слона. Да, то есть дети начинают обсуждать, сообща, выискивая вот эту правду. Не только шаблоны из учебника одной точки зрения учитель вдалбливает в голову детям, а дети сами рождают ответы. И если дети учатся рождать ответы свои, то по жизни они потом могут отвечать себе на любые вопросы, задом ответят. Вот, но когда детям не дают думать, а пытаются навязать им какую-то правду, которая меняется, у нас даже прошлого нет. Наша история складывается из точки здесь и сейчас. То все вот эти учения — это вот фикция просто. Поэтому отстаньте. Надеюсь, я понятно объяснила. Вот, кто меня смотрит в первый раз, ну, блин, очень сложно для понимания. У меня сейчас эфиры уже без объяснений идут. Посмотрите, мои ранние эфиры, там, годичные, двухгодичные давности хотя бы. Чтобы хотя бы примерно. Я основываюсь на квантовой физике, о том, как многомерная реальность творится из точки здесь. Сейчас мы проживаем все варианты событий, и того прошлого, которое мы вспоминаем, у нас никогда не было. Мы проживаем сейчас все варианты прошлого, будущего и настоящего. Во всех телах у нас одно сознание. И из этой точки мы творим наше прошлое. Если вы сейчас изменили фильтр какой-то в голове, шаблон, у вас и воспоминание о прошлом поменялось, вы пришли с болячкой ко мне на консультацию, мы исцелили какие-то там шаблоны, которые вызывают этот сигнал. Болячки нету. Вы вспоминаете то, что, блин, а что я к тебе пришел? На хрен я тебе денег заплатил? Да хрен его знает. Либо так, либо, о, врачи поставили там диагноз, что ошиблись. Вообще это была не та болезнь, я что-то не то съел, к примеру. То есть наше прошлое легко менять, очень легко менять. Но когда детям вдалбливают, что история вот такая, по математике тоже очень большие снисхождения. 2 плюс 2, нифига не 4. И с чего в математике взяли минус? В этой реальности минуса не существует. Ну вот реально нет. Вот либо ноль, я это не вижу, либо это проявлено в плюс. Но минуса в природе нету. И все эти математические модели, это просто модель, но можно шире смотреть на это все. И поэтому вообще отдайте детей изучать квантовую физику. Блин, вырастут просто гении. И так, ладно, это я уже отвлеклась. Нелли, нужны твои эфиры? Как только их нет, я начинаю откатываться назад. Я здесь, я здесь, я здесь, я с вами. Я вас тоже очень люблю, потому что мне бы неинтересно самой себе было бы рассказывать перед зеркалом. Поэтому я рассказываю своим частичкам себя же. И при этом каждый раз, когда я говорю, я это все осознаю, и у меня информация проходит в потоке. То есть я никогда не помню вообще, даже после эфира. Я пересматриваю его, так я думаю, нифига себе. Трансформирую сама себя через себя. И когда вы задаете вопросы, это нужные вопросы лично мне. То есть я вижу в вас, что вы пришли ко мне, чтобы я в себе это разобрала. В себе. То есть я не ваши проблемы сейчас разбираю, а свои. Любые заданные вами вопросы перекладываю на себя, блин, и прокачиваю себя. Это круто. Я веду эфиры для себя. А вы создали меня тоже для себя. Класс. Сколько по времени продлятся личные встречи? Это будет примерно 7 часов. Ну плюс-минус час. Около 7 часов. Так, еще я в сторис выложу время. Продублирую цену. Кто захочет, записывайтесь. Пишите в директ. В течение пару дней вам ответят менеджеры. Там, я не знаю, сегодня уже будет там ночь, завтра. Дадим адрес, карточки оплаты и все такое. И все расскажем. Все покажем. Так. За один день упала три раза. Что это значит? У меня есть желание уйти от мужа. Вы даже ответили. Когда ты падаешь, ты пытаешься идти. Ну смотри, смотри. Человек, который учится ходить, он упал, встал, дальше идет. Упал, встал, дальше идет. Ну то есть, когда падает, это он пытается идти. Пытается. Пытается и падает. Ну еще не умеет ходить, он только пытается. Вот ты сейчас от мужа пытаешься уйти, но не уходишь. Поэтому ты и падаешь. Вот тебе сигнал уже. Давай, решай. Если тебе сейчас с ним некомфортно, если ты понимаешь, что вы уже получили опыт, ты уже понимаешь, что тебе нужно идти дальше, у вас уже дорожки разошлись, вы уже не резонируете. Когда вы с ним встретились, вы были на одной волне, сейчас вы разные, вы вместе не развивались, вы вместе были в разных ролях. То есть, вы не как полноправный партнер друг с другом общались и развивались вместе на одной волне, да, вы развивались по отдельности. Поэтому сейчас вы настолько уже не резонируете, ну что пора уже менять волну, и придет сразу же другой человек. То есть, ну как бы, зачем пытаться, давайте уже сделайте, сделайте этот шаг, и все. Причина во мне. То есть, если у вас, получается, у них перед вами долг, то есть у вас долг перед собой какой-то, ну понятно какой, вот. Ну вы устали, вы там просто работали против себя, вам что-то там не нравилось, ну вы наступали себе на горло, на грабли, вы забыли, что такое выбирать себя, проявлять свои чувства. Но опять же, много чего хотите, но стопорите себя. Все наши долги, это долги к себе, долги исполнять свои желания, выбирать себя и чувствовать, проявлять свои чувства, любые эмоции. Вот это все наши долги. Как только мы о себе забываем, внешние долги проявляются, как долги банкам, людям, нам должны, мы им должны. Не важно, кто кому должен, везде вы, там вы, в отражении зеркала, и перед зеркалом вы, везде вы. И если у вас есть внешние долги, вы можете их легко решить, даже банковские. Если вы проработаете над любовью к себе, над чувствами к себе, то есть проявлению чувств к себе и проявлению любви к себе, выбирать себя. Пойти в свои желания, написать в списке желаний, пойти порадоваться, пойти покайфовать, начать видеть во всем изобилие, начать наслаждаться этой жизнью. Понять, что наша жизнь это просто игра, это декорации, в которых мы играем. И если бы наша жизнь была такая сладкая и приторная, нам было бы пипец скучно, мы бы опять умерли, чтобы было бы забвение, мы все это забыли и заново начали бы этот левел проходить. Потому что он слишком простой, скучный и неинтересный. Нам нужны трэши, нужны. Вот представьте, вы зашли в игру, такой прямой коридор, вам дали пистолет, и вы такие идете, и тут... The End, все, игра закончена, вы такие, блин, а я же никого не пострелял, а где мои гномы Микки Маусы, кого я сейчас буду стрелять? Блин, а где Эшкин, а где монетки, а что собирать, а где магазин, я хочу там скилл какой-то там прокачать. Боже, что делать? Игра неинтересная. Вот наша жизнь, это вот такая же игра, воспринимайте нашу жизнь как игру, наслаждайтесь каждыми моментами, всеми этими трэшами, всем этим с благодарностью принимайте любой трэш, который приходит в вашей жизни. Блин, классный экшен, мне интересно, как сейчас это все разрулится, это я создала этот трэш. Мне он нужен, потому что ну слишком завяз я в своем комфорте, я не двигаюсь, я не иду в перемены, я застрял вот в какой-то комнате в этой игре, вот просто сижу и боюсь. Я не выйду, но тогда я не закончу там игру, не перейду там на следующий уровень. То есть вы все это для себя делаете специально, вам это надо, идите наслаждайтесь этим, хватит сидеть и трястись вот, потому что ну как бы вы в этом комфорте ничего хорошего не увидите. Так, я нахрен поставила. Как только вы забьете этот долг, простите ему, ваша энергия уже утекла туда, все, не ждите никакой зарплаты, этап закрыт. Все, вы прошли этот левел, идите на второй, не нужны вам эти монетки. Все ресурсы, они всегда с вами, деньги такая же иллюзия, деньги это перемены, вы не идете в перемены. Вы ушли с работы, но это не значит, что вы пошли в перемены. Перемены это бесконечный процесс новизны вашей жизни, которую вы забыли себе дать. Короче, вот так, живите для себя. Как научиться всех перестать спасать? Говорите себе перед зеркалом, стоп ит, все, стоп ит. Занимусь своей жизнью. Какого хрена вы решили, что вот этих людей надо спасать? Вот почему? Вы своим собственным вниманием делаете их больными, несчастными, хромыми, косыми, безденежными, вообще ужас какой. Вы их творите для того, чтобы их потом спасать. Потому что когда я спасаю, я же такой крутой, я же такой молодец. Вот это вот чувство «я молодец», что я всех спасу, вы посмотрите на меня, делает всех людьми несчастными. Это только ваша вина, что люди такие несчастные. Это ваше зеркало. Несчастные вы, потому что вам не нравится, что вы творите. Вы же творец, а вы творите несчастный мир. Потому что вам и не нравится. Это вы несчастные, не они, вы. И как только вы начнете спасать только себя, вы увидите, как у ваших знакомых, людей, тех, кого вы хотите спасать, все хорошо. Вот все реально будет хорошо у ваших людей, как только у вас будет хорошо. Вы можете мне не верить, вы просто проверьте. Но вы же так это вообще не делаете. Ой, что ты несешь, ну или это все фигня? Да попробуйте хотя бы. Если вы попробуете, ваш мир перевернется. Но как совладать с этими шаблонами, что это не так? Пробуйте с интересом. Включайте интерес. Интересно. А как это так? Я себе сейчас помогу, если бы быть счастливой. Я буду себя любить, и все будут любить меня. Как это так? Интересно. Давайте понаблюдаем. Давайте попробуем. И все. Попробовали, а потом, если не получится, скажите мне, киньте в меня помидор. Но я сто процентов, там миллиард процентов уверена, что такого не будет. Помидоров не дождусь. Потому что вы попробуете, и оно действительно сработает. Чудеса. Чудеса в повседневной жизни окружают нас. Божечки, какой бомбический эфир. Да, Лизочка, я сегодня про тебя говорила. У меня каждый эфир бомбический. Я себя люблю, хвалю, и у меня всегда все хорошо. Эфир для меня. Так, я благодарю тебе впервые начала... А, теперь впервые начала проявлять агрессию, кайфовать от этого. Когда-то ругалась в эфире. Когда люди разрешают себе проявлять агрессию, они в моем эфире даже не увидят от меня агрессию и маты, и у меня будет эфир такого ангелочка-солнышка. Но как только человек внутри подавил эту агрессию, внутри как какашка, вот сам какашка, да, он будет попадать на эфиры только с матами. Он будет во внешнем мире видеть только вот таких идиотов, которые там матерятся и такие фу-фу-фу. Вот, но как только вы себе позволите быть настоящим и заниматься собой, вы не увидите ни мои эфиры с матами, вы не увидите вокруг людей, которые там вот такие вот быдлячьи, понимаете? Поэтому как только вы с собой начнете заниматься, вы просто не увидите этих эфиров. Они просто не попадутся, ни люди, ни эфиры, понимаете? Поэтому те, кто мне сейчас будут говорить, какая ты какашка, плохая, материшься, вот, иди к зеркалу и скажи то же самое. Как только ты разрешишь себе, блин, быть собой настоящей, ты вот даже блин от меня не услышишь. Это я вам серьезно говорю, попробуйте. А я вот не знал, хочу или не хочу переезжать. Ну, взял и переехал на новую квартиру. Теперь все делаю сам, кайфую, спасибо, красавица. Молодец, люблю тебя, заходи почаще в наш канал рефлексии, что-то тебя давно там не было. Так. Так, благодаря Нелле справляюсь с головной болью на пару секунд. Как только начинает болеть голова, сразу себя спрашиваю. Или я слишком много думаю о прошлом, будущем или чем-то. Сразу отпускает, всегда, да-да-да-да-да. Плюс есть еще классное упражнение, разогрейте мышцы. Прям сейчас, если болит голова, разогрейте шейные мышцы. Вот прям очень хорошо посидите, поразогревайте. Подтяните, ой, подтяните ваши, за ухо возьмите. Шейку в одну сторону, в другую можете наклонить и хорошо повертеть назад. Это вас очень хорошо отвлечет от мыслей, разогреет шею, потянет мышцы, потому что все у вас тут деревенеет. Естественно, тело деревенеет от мозгов. Сразу сделайте воздействие и на шею, на голову. И плюс отстаньте от мыслей, закройте глаза. И начните в течение 10 минут считать циклы. Вдох-выдох – это один цикл. И посчитайте, сколько циклов у вас получится. Вот через 10 минут у вас головной боли вообще не будет. Попробуйте. Вот суперэффект будет. Так. Ой, как я хочу опозориться в твоем присутствии. Все программы свои пойму. Ладно, хорошо. Если у мамы скачет давление, о чем это мне говорит? Ты давишь на свои желания. Мама – это основа жизни. Мама – это женская энергия. Это желание. Ты давишь свои желания. Все. Точка. Ну, как бы очень все просто. Теперь разбирайся. Там уже дальше будет тяжело разобраться, какие желания я давлю. Что я давно хочу сделать. Я никак не могу себе этого позволить. Кто по профессии? Антикризисный управляющий. Оценщик бизнеса. Создание, сооружение машин. Антикризисное управление предприятием. Рекламщик, психолог, художник, дизайнер, 3D-графист, программист. У меня очень много образований, потому что вся моя жизнь – это сплошное обучение. Обучаться бросила только вот лет так, не знаю, года 3 назад я перестала обучаться и ходить бесконечно по университетам, получать все эти корочки. Ну, я хочу сказать, что время моего обучения было просто классным. Я обожаю учиться. Но сейчас я учусь сама у себя. И все. Я научилась получать информацию изнутри. То есть, открываю поток. Ну, как бы это странно ни казалось. И начинаю просто получать ответы на любые вопросы. О человеке, о себе, о ситуации, о болезни. Не важно. Это машинальное письмо, определенная концентрация, ну, чтение моих мыслей, форм в голове, короче. Вот так. На телепатии на курсе я этому обучаю. И все. Книжки не читаю, никого не смотрю, никаких психологов вообще не знаю, не слушаю видео, не смотрю. И когда мне все говорят, что, ой, ты повторяешь вот этого, или вот этого, или вот этого, да ты вот сейчас слезала у этого и у этого, я хрен его знаю. Я никого их не знаю, честно. Синельникова читала 10 лет назад, а когда была в школе, читала Юнга и Фрейда. Вот они меня просто мозг перевернули. Но я ни хрена там не помню вообще, что было написано. Этот опыт как-то уже внутри там встроился давным-давно. Я не помню ни строчки, о чем они вообще писали. Что еще? Ну, там астрологию, всякую такую хиромантию, суджоктерапию, нутриентологию, кстати, тоже 5 лет изучала. Ну, такие темы, они все в прошлом. Все это тоже наложило на меня, я думаю, некий такой фактор открытия моей головы. Сначала я копила, копила, копила эти знания. Я поняла то, что, ну, хоре копить, и теперь я генерирую эти знания по-другому. Короче, какая у меня классная презентация, какой я крутой, божевочки. Я вам тоже на Новый год советую, подойдите к зеркалу и расскажите, какой вы классный, сами себе. Поблагодарите себя, вообще каждый день благодарите себя за то, какой вы красивый, за то, какой вы умничка, за то, что вы умеете классно готовить там пельмешки, за то, что вы, за то, что просто вы есть, и этого достаточно. Для этого мира, вы пазл этого мира, и без вас в мире была бы дыра, мира бы не было. И вы бесценный просто продукт этого мира, уже такой, какой вы есть, настоящий. И вот пытаться кого-то копировать, пытаться стать кем-то, это пытаться из картины, со своего места пазлика, там, стать каким-то другим, да, но тогда уже картинка не встанет, и будет там перекос, тут дыра, вы тут два одинаковых пазла. Короче, всё это бесполезно, просто благодарите за то, что вы вот есть. И благодарите всех людей вокруг. Вот это вот чувство благодарности, оно всегда будет вас наполнять, всегда будет давать энергию. Головные боли пройдут, со временем вы увидите, что у вас болячек никаких нет, потому что чувство благодарности — это первое, что вы вообще должны в этой жизни иметь. Я благодарю себя за то, что я есть, я благодарю за то, что у меня есть. И мне этого достаточно. Но мне просто интересно там в следующую игру поиграть и уже покататься там на не там «Москвиче» десятки, я не знаю, у кого какая машина, вот, она BMW, вот, просто другой уровень. Ну, я кайфую от того, что у меня и такая машина есть, а вообще я кайфую, что у меня ноги есть, я вообще ходить могу. И кайфую, что у меня велосипед есть. Мне его достаточно, ну, просто хочу новый опыт испытать на BMW, вот. Ни в коем случае я не хочу его притянуть для того, чтобы показаться крутым, а просто потому, что получить новый опыт. Если вы вот с таким вот кайфом живёте, для нового опыта, для новых ощущений, не шаблонно думать «я буду крутой, обеспечу семью, и тогда я добьюсь что-то в жизни, и тогда вот меня будут любить, и жена уважать, там, и дети тоже, это бред-бредский». А вот я просто хочу поиграть в новую игру и иметь это всё, чтобы просто прочувствовать все эти чувства и понять, какой я есть, из каких чувств состою, и получать эмоции от всего вот этого, быть в благодарности, что у вас уже и так есть этого достаточно на данный момент. Вот это вот крутое состояние, в котором нужно, блин, учиться. Ну, естественно, быть здесь сейчас. А что я сейчас чувствую? Задавать себе такой постоянный вопрос и понаблюдать. Это будет вас тренировать быть в моменте здесь сейчас. Это крутой момент. Все желания в этот момент исполняются, когда вы есть, когда вы чувствуете, когда вы наблюдаете себя. Как только вы перекладываете свой фокус внимания на кого-то, всё, вы от себя ушли, ну, ваше желание будет исполняться у того, на кого у вас фокус внимания. То есть все эти Микки Маусы, которые приходят и начинают меня спасать, фу-фу-фу, стань лучше, говори без матов, их желания будут у меня исполняться, потому что фокус внимания на мне. Понятно? Надеюсь, понятно. Школа отстаёт от реального мира. Согласна. А двоечники? Ну, двоечники и троечники, они недалеко ушли, они все молодцы. Но двоечники, там ещё протест идёт. Если троечники, они учатся и выбирают то, что они хотят. Да, я вот мне досказала. Двоечники — это внутренний протест у ребёнка, когда у него неблагополучная семья бывает такая, да, либо слишком хорошие родители, которые очень сильно его прессуют. Это протест. Тоже отстанешь от ними, двоечники станут троечниками, там, или хорошистами. Двоечники — это вообще жёсткий протест ребёнка. Ребёнку, любому ребёнку, с каким бы воспитанием бы он ни был, учиться нравится. Это генетикой заложено впитывать информацию. Ребёнку нравится всё. Он очень любознательный. Любой ребёнок, каким бы он ни был, ему интересно. Но вот этим прессингом, этим давлением ребёнку становится неинтересно. Он не хочет учиться. Это протест. Поэтому чем меньше вы будете доставать своих детей, тем лучше они будут учиться. Парадокс. Проверьте. Можете мне не верить. Месяцочек посмотрите за детьми. Слова Риммы Карамовой. Я вообще не в душе, не знаю, о чём она говорит. Отстаньте от меня. Может, она меня копирует. Так, отличники однозначно мыслят по шаблону. Конечно, они потом во взрослой жизни мыслят по шаблону. И мне очень хорошо потом живётся. В моём окружении отличники живут очень хорошо. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так. Сейчас отвечу на этот вопрос. Если все люди – это ваше отражение, их-то нет. Этих людей, которых вы наблюдаете, да, как отличники, что они живут хорошо. А вы вообще спросите себя, а вы хорошо живёте? Не ваше ли желание у них исполнилось? Конечно, индивидуально согласна. Но просто потом не спрашивайте. Здесь конкретно была проблема. Конкретная проблема. Почему дети не хотят учиться? Я конкретно ответила на этот вопрос. Вот. Если вы на него не давите, а он сам учится на отлично, пожалуйста, хорошо. Но здесь всё равно, ну, не может ребёнок учиться по всем предметам отлично, одинаково. У него есть какие-то шаблоны быть правильным, быть хорошим, чтобы его любили. Он хочет доказать. Он по-любому имеет вот этот шаблон доказательства, что его есть за что любить. Ну, по-любому есть такой шаблон. Ну, не может просто без этого шаблона быть. Люди, которые живут там по целям, по планам, да, они добиваются очень много. У них и есть и деньги, и там, и путешествия, и блага, и умные, и всё хорошо. Но неизвестно, когда у них там жизнь прервётся, потому что, потому что рано или поздно всё равно эти шаблоны скажут стоп. Короче, я бы вообще не наблюдала бы, что там творится у других людей, если я не моё зеркало, себя только бы разбирала, и всё. по-моему мнению. А что за бред, если им априори учёба легко даётся? Мне тоже легко учёба давалась, но... Я это делала для доказательства. Всем. Что круче меня? Нету. Они же не просто так получают эти пятёрки. Им важны эти оценки, понимаешь? Детям, которым важны не знания, а оценки. Мы сейчас же говорим про оценки. Двоечники в нашей школе были умнее отличников, потому что отличники, они заучкие, да, а двоечники, они умели там мыслить очень хорошо. Я просто смотрю, ну, на различия. Вот. Когда я скатилась на тройке, я хочу сказать, что... Я знала материал лучше и могла мыслить, чем эти все отличники в моём классе. Вот. Короче, шаблон оценки даст ещё в жизни определённые проблемы, можно так сказать. Конечно, можно жить, как хотите. Вопрос потом, не спрашивайте, откуда проблемы. Вот. Проблемы — это наши шаблоны. Хотите, чтобы ваши дети были отличниками? Пожалуйста. Пускай будут. Ну, вопрос... Нужно ли, чтобы ваши дети достигали с зубами потом и кровью, там, я не знаю, или как... Вот эту хорошесть. Если бы вы, может быть, посмотрели бы моих эфиров хотя бы 10, вы бы поняли меня, потому что сейчас, ну, это кажется странным, но я говорю с той точки зрения, то, что любовь — это полюбить всю плохую сторону и оправдать её. И когда человек заслуживает хорошей оценки, да, и хочет быть, ну, там, классным, хорошим, он очень много в жизни отрицает и подавляет. Вот. Такие люди, ну, во-первых, долго не живут в вашей реальности, потому что вы трансформируетесь. Мы-то бессмертны, мы не можем умереть. Умирают только Микки Маусы из нашей жизни уходят. Вот. А мы живём вечно. И... Блин, просто эти все отличники уйдут из вашей жизни быстрее двоечников. Всё. Ну, ладно, не буду про это. А плохого в чем? Так. Так. Некоторые дети в онлайн-играх стримят, зарабатывают, кайфуют. Слушайте, я познакомилась с девочкой, я в шоке, 9 лет. Она очень много уже зарабатывает денег, потому что она стримит 9 лет. И в играх всяких там продаёт амуницию. Короче, у меня был такой шок. Ну, примеров много детей, которые играют в онлайн-игры, да, и они очень хорошо зарабатывают. И вот здесь вот то, что геймеры на турнирах становятся ещё потом и миллионерами. Согласна. Так. Деньги зарабатывают, кайфуют, но без физического движа. Движ только онлайн. Понимаете, если организму нужен будет движ, они его себе дадут. Пока им это не нужно. Это вы считаете, что вам нужен движ физический? Но он необязательный. Я вообще не двигаюсь. Сижу тут на стуле каждый день в прямом эфире. Нелли, привет, ребёнок почти 2 года, почти ничего не ест. Круто. Еда нам не даёт ничего, ни энергии. Это просто шаблон, который давал нам заземлиться, когда мы не можем утолить чувство голода. А чувство голода – это чувство, а не физический объект. Мы пытаемся его заесть внешним, а это чувство. Дети сейчас рождаются, новое поколение детей, которым уже ни еда не нужна. Ещё несколько поколений вообще дети не будут есть. Сейчас люди уже начинают своим сознанием доходить до того. Взрослым ещё трансформироваться, трансформироваться, а дети уже с чистым сознанием присыпаются. То, что не нужно есть, она не нужна. И не надо его заставлять вообще. У меня все дети в моём окружении не едят вообще. Я просто была в шоке. У нас был новогодний стол, мы тут со взрослыми обжирались салатиками, и дети не ели ничего вообще. От слова совсем. Кто-то там за день укусил яблоко, и тот даже его не доел, там огрызок валялся. Кто-то там апельсинку съел, кто-то чай попил с конфеткой. Это максимум, на что они способны. Это нормально. Не перекладывайте им свои шаблоны. Еды и заземления. Это уже отходит. Еда уже отходит. Дети часто уходят в онлайн, потому что в реале плохо. Одни заставления. Но, во-первых, да, одни заставления не уходят в реал. Во-вторых, они ваше зеркало. Дети пришли к вам в вашу реальность только ради одного. Сыграть вам роль, показать вас, как вы к себе относитесь, самое ближайшее ваше порождение. И от реальности уходят не дети, от реальности уходите вы. Это вы себя заставляете своими нормами, правилами, оценками, как хорошо и как плохо. Заставляете себя делать то, что вы не хотите, и не делайте то, что вы хотите. И дети это вам просто транслируют. Как только вы займетесь собой, вы увидите, что ваши дети будут и гулять, и учиться, и делать все, что вам нравится, и дети будут нравиться. И вам будет нравиться то, что дети делают. То есть, неважно, что бы они там ни делали, у вас будет гармония. То есть, им будет хорошо, и вам будет хорошо. Они ваше зеркало, рассматривайте их так. Не надо воздействовать на детей, потому что надо воздействовать на себя. Они ваше отражение. Детей нет, это всё иллюзия вообще. Это иллюзия ваших клеток головного мозга. Мы киношку наблюдаем, она нереальная. Она такая же, как сон. Мы просто проецируем проекцию нашего сознания во внешний мир. Мы можем легко строить новые декорации и тому подобное. И вы вообще вчера жили с другими детьми, а позавчера у вас их вообще не было. Как бы это абсолютно не звучало, но прошлого у нас тоже нет. Поэтому все вот эти вот разговоры, там согласны, не согласны, всё это вообще хрень. Хрень. Ну, чтобы до этого ещё дойти, да, надо потренироваться хотя бы, хотя бы. Иногда хочется прям рассказать, но меня не понимают. Поэтому подхожу к вам вот так вот. По зёрнышку, короче. Мой сын троечник, но ходит на Олимпиады по истории, разрыв шаблонов. В моё время на Олимпиады ходили только круглые отличники, а теперь всё по-другому. Класс. Можно и на творчестве так зависнуть, что не выходить никуда и от голода помереться с поехавшей кукухой. Вы бессмертны? Ничего с вами не случится. Школа Жохова. Ну, есть много таких школ. Так. Все откаты, то не откаты, переход на новый уровень, согласна. Новый уровень игры, никакой там не откат. Встречайтесь с поздравлениями, с воздушными шарами, с кайфом, с благодарностью, каждый откат. Вы перешли на новый уровень игры, всё верно. Встреча будет в Москве, да, я не сказала. В гости к себе приглашаю в Москву. Район Митино, да, где парк. Большой-большой-большой парк. У меня дом прямо в центре парка. Так. А я мечтаю в эфир про отношения. И я мечтаю. Сколько людей мечтают. Так, ребят, ваши мечты уже исполнил, потому что у меня уже несколько эфиров про отношения на YouTube. Как бы, посмотрите. Ребёнок сутулится сильно, значит, я сутулая. Ну, как бы, это не значит, что вы сутула, ваше тело-то нормальное. Но груз проблем на вас лежит. Вот. И от чего-то прячетесь. Меня мама ругала за сутулость. А это от того, что меня гнобили, и она своим замечаниям ещё добавляла. Ну, согласно, дети, они пытаются спрятать голову. Поэтому они сутулятся. Они хотят казаться меньше, и чтобы их не заметили. То есть сутулость, она идёт вот от этих мыслей, когда вы стесняетесь очень многих вещей, стесняетесь там своего класса, и не хотите выделяться, чтобы вас видели. Это мамочкам говорит о том, что вы себя не видите. Вы себя не хотите замечать. Вы не хотите обращать на себя внимание. Вы не хотите проявляться, и чтобы вас заметили, мир ваш заметил. То есть вы не хотите делиться с миром с собой. То есть вы в картинку мира не хотите вставать, как пазлик, и принести этому миру себя. Не хотите. Вот, ну и вот сутулость, пожалуйста. Так. Если украли вещь, что может обозначать? Да что угодно может обозначать. У каждого свои ответы. Накидаю вам, давайте, несколько. Первое. Вы сами у себя что-то крадёте. Ну, а что-то, это опять же желание и ваши чувства. Второе. Вы крадёте свои границы. Разрешаете на них наступать. Третье. Ваше желание было расстаться именно с этой вещью, чтобы пришла новая. И у вас сильные привязки к вещам надо проработать. Потому что всё, что уходит, это ваше желание. Отпускайте с лёгкостью. Вот, значит, вещи это же материальные. Не хотите отпускать какие-то чувства. Вот, если вас тревожит, что у вас ушла вещь, значит, вы не хотите отпускать какие-то чувства. Ну, в основном, чувства деструктивные. Обида, гнев, злость. Чего вы там не хотите отпускать ещё? Стыд, вину. Короче, задолжали себе отпустить вот этот какой-то груз из прошлого. Вот, а вещь символизирует о том, что у вас сильные привязки. Ещё у вас сильные привязки к материальному. Вот, перестать уже держаться за это всё нужно. Так, мне Поленко кажется агрессивным, хотя он и говорит о любви и созидании. Ну, это вы его так видите, потому что у вас какая-то подавленная агрессия. Я тоже очень агрессивная и люблю свою агрессию. И меня вообще считают многие агрессивной истеричкой, матершиницей и тому подобное. Вот, поэтому нормально всё. С ним всё хорошо. Так, я его буду смотреть, пока не развижу свою агрессию. Да.